Каждый студент хотя бы однажды бывал в современной научной библиотеке и замечал, как там аккуратно и упорядоченно хранятся тысячи книг и журналов по самым разным темам. Трудно представить себе, сколько времени бы занял поиск какой-либо книги, если бы они, к примеру, стояли на полках, как попало, безо всякой систематизации. В этой лекции мы будем говорить о работе в современной библиотеке. Дело в том, что до середины XIX века большинство библиотек для организации своих коллекций литературы пользовались собственными классификационными системами. При этом классификации, как правило, позволяли осветить лишь самую общую характеристику тематики книги и сильно отличались, внося путаницу. Делались попытки изменить ситуацию, и наиболее успешная попытка связана с именем Мелвина Дьюи. В 1873 году, будучи еще студентом колледжа, он разработал так называемую десятичную систему. Основная цель классификации – упорядочить издания по тематике и облегчить их поиск в библиотеке. Разрабатывая свою систему, Дьюи использовал десятичные индексы для обозначения тематики издания. Такой подход позволил представить иерархические отношения разделов, а также дать возможность введения новых делений. Хотя наименование основных разделов с течением времени менялось, их суть осталась неизменной. Например, раздел «Религия» в классификации Дьюи стоит под номерами от 200 до 290. Уже из названия системы Дьюи становится ясно, что в основе классификации лежит десятичный принцип. Так, каждый из десяти основных разделов может быть дополнительно разбит на 10 подразделов, подразделы еще на 10 и так далее. Каждый из этих подразделов может быть разбит на 10 подгрупп. Каждую из этих подгрупп можно разбить еще на 10 делений. На каждой ступени и иерархии добавляется тематическая группа от 1 до 9. Так, к примеру, раздел 500 «Естественные науки и математики» имеют подраздел 540 «Химия и прикладные науки», делением которой является 541, то есть физическая и теоретическая химия. В свою очередь, имеющие деление 541.3 «Физическая химия». Классификация Дьюи может быть узкой, а также может быть широкой. Давайте рассмотрим, в чем разница. Администрация библиотеки, в зависимости от размера библиотеки, может решить, насколько детально делать классификацию, сколько цифр после запятой использовать. Если по Новому Завету книг в библиотеке мало, то можно использовать только общий раздел «Новый Завет 225». Это будет пример широкой классификации. Но можно использовать код для каждой книги более детальным. Скажем, для книг по канону Нового Завета 225.12. Такая детальная классификация называется узкой. Возможность видоизменять классификацию в зависимости от возможностей каждой библиотеки считается важным преимуществом десятичной классификации Дьюи. Но это одновременно один из серьезных недостатков системы, так как различие классификационных индексов в библиотеках создает путаницу. В идеале все библиотеки должны использовать одинаковые индексы для одних и тех же книг. К сожалению, чаще случается так, что одна библиотека использует узкую классификацию, тогда как другая предпочитает индексы широкой классификации. В библиотеке используется такой термин, как инвентарный номер. Инвентарный номер – это цифровое и буквенное обозначение, которое пишется на корешке книги. Если речь идет о библиотеке, которая использует десятичную классификацию Дьюи, то инвентарный номер – это комбинация шифра и буквенно-цифрового индекса, обозначающего фамилию автора и начальную букву первого слова в названии книги. Этот индекс, именуемый либо книжным номером, либо каттеровским номером, был предложен в конце XIX века Чарльзом Каттером, который работал в библиотеке города Бостона. Так, для книги «Мир античного искусства» Ричарда Лэндона, которую вы видите на экране, шифр будет иметь следующий вид. Л-W-259 соответствует фамилии автора Лэндон, а W-буква – это первая буква слова World, определяет место данной книги в алфавитном списке работ Лэндона об античном искусстве. Для небольших книжных собраний каттеровский номер упрощается путем использования первых трех букв фамилии автора, к примеру, 745.1 Лэнд. Начиная с 1960-х годов, новые тенденции в науке вызвали необходимость пересмотра классификаций книг и переиздание десятичной классификации Дьюи сопровождалось сотнями небольших изменений в индексе. Несмотря на некоторые недостатки, эта десятичная классификация остается краеугольным камнем организации библиотечных материалов. Помимо широкого использования в США, эта система была передвина на многие языки, в том числе на французский, испанский, немецкий, арабский и русский, и получила распространение во всем мире. Кроме того, принятие этой десятичной классификации компьютерным библиотечным центром в конце 1980-х послужило дополнительным импульсом совершенствования этой классификации для поиска информации в интернете. Справедливости ради следует отметить, что десятичная классификация Дьюи не единственная распространенная в мире классификация. Наряду с ней применяется классификация библиотеки Конгресса и так называемые УДК. Универсальная десятичная классификация была создана бельгийскими библиографами Полем Отли и Анри Ла Фонтеном, основавшими в 1895 году в Брюсселе Международный библиографический институт, и впервые опубликована эта классификация в 1897 году. За основу была взята подвергшаяся определенной переработке десятичная классификация Дьюи, который бескорыстно предоставил Отли и Ла Фонтену права по использованию и модификации своей системы для создания всеобъемлющего каталога опубликованных знаний. Первое издание полных таблиц УДК было опубликовано на французском языке в 1905 году. Хотя структура УДК с течением времени отклонилась от исходной схемы Мелвина Дьюи, в ряде разделов индексы классов этих систем почти совпадают. В настоящее время УДК является интеллектуальной собственностью специально организованного международного консорциума УДК, объединяющего основных издателей таблиц УДК на разных языках. Эксклюзивным монопольным правом распоряжения таблицами УДК на русском языке обладает Всероссийский институт научной и технической информации Винити. Этот институт ведет издание и платное распространение классификационных таблиц в книжном и электронном виде. Винити также организовал специальный сайт, который вы видите на экране, на котором ведется диалоговая консультация, консультационная работа по применению УДК. Центральной частью УДК являются основные таблицы, охватывающие всю совокупность знаний и построенные по иерархическому принципу деления от общего к частному с использованием десятичного цифрового кода. Например, в основных таблицах УДК гуманитарные науки в целом находятся в разделе 009. В нем шифр 1 присвоен литературе по философии, а шифр 2 – религии и богословию. Один из подразделов которого называется «Христианство» с подразделом 27. Шифр УДК присваивается таким научным работам, как монографии, диссертации и авторефераты к ним. Следует отметить, что таблицы УДК часто редактируются, в них вносятся изменения, и потому там возможны несоответствия. Чтобы правильно определить шифр УДК своей научной работы, следует обратиться за помощью библиограф. Продолжение следует...